Ну, в общем, ученица английского просит Андрея помочь подтянуть Маратику ученика, оказывается, что это Марат, они идут к нему после школы. К Маратику, да. Маратик живёт в очень богатой квартире, в очень богатой, т.е. по тогдашним меркам там какая-то мебель, гарнитурами, размер огромный, обои качественные, книги, библиотека там туда. Картины всякие на стенах. Но при этом я замечу, в Ярославле, говоришь, снимали, по всей видимости, там просто арендовали чьё-то жильё для съёмок, и видно другое, что ничего у вас за последние 30 лет не поменялось, оно как было советское, так и осталось, ничего не изменилось, особенно где мама живёт с Андрюшей, вот там, да, там типичное, так сказать, ничего за 30 лет не изменилось, это наводит на другие мысли интересные, но мы про них говорить не будем. А у Маратика богатая хата, т.е. соответственно, родители трудятся на каких-то, папа там, видимо, строитель или кто-то потом… Ну кто-то на заводе, на заводе, по-моему, потом. Ну всё равно, за проходной он там сказал такие праздники. Должность высокая, да, денег хорошо зарабатывает. А вот я хотел ещё спросить, они, получается, после школы приходят к нему? Да. А мама дома и готовит? Она… Это говорит о том, что ещё больше денег зарабатывает. У меня ровно у одного моего знакомого мама не работала. Ты хотел спросить, насколько это было распространено? Ни на сколько, вообще. Точно так же, как наличие автомобиля – это исключение. Неработающая мама, т.е. папа зарабатывает столько, чтобы содержать. У меня папа был военный, мама – учитель, оба работали, несмотря на то, что военный папа, мягко говоря, нормально зарабатывал, все вокруг работали. А вот как это было оформлено, ведь в Советском Союзе? Домохозяйка, как-то так. Тут не могу… А вот была же статья за тунеядство? Не могу сказать. Вот к жёнам это как-то не применялось. Да, если ты больше трёх месяцев не работаешь, уволился откуда-то и три месяца не работаешь, посадить могли на два года. На год? На два? Да, тунеядство. Просто и беззади. Это социалистическая страна, скорая к тебе… Ну, это, как ты понимаешь, жестокий тоталитаризм, так нельзя и прочее. Мне вот интересно, а если пёс какой-нибудь, как обычно в новостях, гражданина ограбили, отняли у него 20 миллионов, а сам он временно не работающий, уже 6 лет. Мне вот интересно. Да. А почему ты не работаешь? Вот мне первое, что интересно… Потому что есть миллионы. Да. А следующий вопрос – налоги ты платишь, на которые, на наши налоги прокладывают асфальтовые дороги, покупают автобусы, ездит метро, вода из крана течёт, отопление работает – это на наши налоги, а ты почему их не платишь? Мне вот интересно. Ну, с моей точки зрения, либо минимальный налог, меня вообще не интересует – работаешь ты, не работаешь, он просто с каждым годом должен расти, если ты не хочешь работать. А вот это вот что это такое? Ты тунеядец. Общество работает, и за счёт общества работает всё вот это – асфальт, метро, самолёты, пожарные, милиция, медицина – за счёт тех, кто работает. А ты почему не работаешь? А если ты не работаешь? Ты что-то ешь, наверное? Нет, с голоду не умираешь. А где ты деньги берёшь? А они тебе законным путём достаются, незаконным? Это, понимаешь, как в Соединённых Штатах, там полицию можно подкупить, судье взятку дать, налоговой инспекции нельзя. В англоязычной культуре «таксман» – это фактически гнуснейшее оскорбление налоговика. Никуда ты от них не денешься, никуда все твои копейки, которые тебе платят, и которые ты тратишь, все будут сосчитаны, и всё будет просмотрено. А тут тунеядство отменили, и, понимаешь, 200 миллионов у него украли. Здорово живём, блин. А ещё цифровизация на подходе, все под колпаком будут, все будут платить, а искусственный интеллект поможет. А как же личная жизнь и свобода? Организуется по-новому. Свобода. Новая свобода будет. Ну, если ты не работаешь, ты всё равно вам поможешь, общак должен засылать. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok